Уважаемые зрители и участники веб-семинарии сегодня, здравствуйте всем. Я модератор сегодняшнего семинара на тему политики и технологий в борьбе с вирусом COVID-19. Меня зовут Консум Ман, профессор Института общественного здравоохранения Северского университета. Сегодняшний семинар был организован Министерством здравоохранения и социального обеспечения и Министерством иностранных дел Республики Корея с поддержкой Института развития индустрии здравоохранения и Корейского фонда международного здравоохранения для обмена профилактических мер и технологиями Республики Корея информацией в отношении новой коронавирусной инфекции и для совместного реагирования на COVID-19. С момента первой вспышки пациентов с COVID-19 в 2019 году ВОЗ объявила о пандемии в марте, чтобы предупредить о главной эпидемии. В настоящее время в мире выявлено более 1,5 миллиона подтвержденных случаев COVID-19. Я думаю, что очень многие страдают от COVID-19. Цел сегодняшний веб-семинар научить и делиться друг с другом, как корейское правительство и медицинские организации управляли вызовами COVID-19 и реагировали на них. А также мы хотим разрабатывать различные стратегии для практического развития в будущем в отношении COVID-19. Сегодняшний семинар начинается с выступлением заместителя министра здравоохранения социообеспечения Кингам-Лейб. И потом профессор Сон Йон-Джей будет делать презентацию о карантинной политике и ситуации Республики Корея. И потом профессор И Хеон-Мин в Северной больнице выступит с темой о диагностическом действии на COVID-19. И потом профессор И Че Га выступит в эпидемиологическом анализе. И профессор Йон-Джун-Соб выступит о лечении и клиническом опыте. Во время презентации все зрители и участники могут использовать доску объявлений, чтобы задать вопросы. Мы соберем вопросы потом и ответим все вместе после окончания всех презентаций. Сегодняшний веб-семинар проводится с синхронным переводом на английский и русский язык. Послушайте перевод на русский язык, выбрав канал Others Channels. Теперь до начала веб-семинара замминистра здравоохранения и социального обеспечения Кингам-Лейб выступит с лечью. Уважаемые дамы и господа, для меня большая честь встретиться с вами на сегодняшней видеоконференции по сотрудничеству в борьбе с новым коронавирусом. Весь мир сейчас переживает кризис от нового коронавируса. Мы понимаем, насколько тесно мир связан на основе солидарности и обмена. В связи с вспышкой коронавируса Корея создает новую модель реагирования на инфекционные заболевания в качестве демократического государства, основанного на глобализации и плюрализме. Мы стремимся предотвратить распространение вируса, минимизируя ограничения на зарубежные поездки и обмен. В Корее как граждане, так и защищенные от COVID-19, в то время центральные местные власти играют свою роль в борьбе с коронавирусом, с активным участием медперсонала и граждан. Мы в полной мере используем наши передовые технологические возможности и креативности. Хорошим примером является приложение для проверки самочувствия, для мониторинга зараженных и контактировавших с ними, а также скрининговые пункты для водителей автомобилей и пешеходов, а также ковидные центры. Благодаря таким усилиям ситуация в Корее постепенно стабилизируется, но слишком рано, чтобы быть самодовольным и будем сохранять бдительность до тех пор, пока не будут разработаны вакцины и способы лечения COVID-19. Нам будет трудно возвращаться к предыдущему привычному образу жизни. Нам пора готовиться к новому устойчивому образу жизни. В Корее готовимся к переходу на физическое дистантирование в обследовательной жизни, которое заменит днижнее социальное дистантирование. Настало время объединить усилия, чтобы защитить общество. Мы активизируем обмен информацией с зарубежными органами здравоохранения и медперсоналом с помощью веб-семинара с видеоконференцией. В компании по статистантированию говорится, что нам оставаться отделенными физически, но связанными душевно. Надеюсь, что международное сообщество сможет вместе преодолеть днижний кризис на основе солидарности и сотрудничества. Спасибо. Спасибо за речь, господин Кинган Грибц. Разрешите представить первого докладчика. Теперь будет выступление господина Сон Яун Рэ, заведующий отделом стратического планирования Центрального штаба по борьбе с стихийными бедствиями. Он выступит о политике Республики Корея по реагированию на COVID-19 и текущемся статусе COVID-19. Очень приятно с вами встретиться. Меня зовут Сун Йом Лэ. Я занимаю соответствующую должность. О том уже представлено. Я остановлюсь на теме нашей системы реагирования на инфекционные заболевания. Но это типичная южно-корейская система с учетом местной ситуации. Но надеюсь, что наш опыт поможет вам преодолеть трудности. И слайд показывает количественную динамику пациентов. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден 20 января. Затем до 18 февраля ежедневно обнаружен по одному зараженному. 18 февраля подтверждена 31 зараженная верующая корейской религиозной секты под названием церковь Синчанзи. Затем число пациентов возросло. И только за 29 февраля вновь было обнаружено 813 зараженных. Потом число пациентов начало сокращаться. И 28 марта было зафиксировано больше выздоровевших, чем число находящихся на карантине пациентов. 30 апреля 1593 пациента были помещены в карантин и на улице на лечении. И 8900 пациентов увеличились. По состоянию на 30 апреля общее количество пациентов составило 10761, из которых 8922 увеличились. Проведено 614 тысяч ПЦР-тестов и уровень положительного результата составляет 1,8%. И еще повторных тестов тоже было. Это тогда число достигает 1 миллиона. По регионам списка была сосредоточена в городе Дегу и провинции Генбок. И это связано с крупномасштабной инфекцией, вызванной уникальной религиозной сектой Синчен-Джи. И верующей этой сектой в Дегу заразили 7 тысяч человек. И это распределение пациентов по возрасту и смерти. В Корее групповое заражение произошло в упомянутой религиозной секции. Из общего количества зараженных на долю верующих этой сектой приходится 2 трети. Среди них большинство составляет те, кому меньше 30 лет. И летальность на сегодняшний день составляет 2,3%, что еще меньше, чем в других странах. Тенденция смертельности аналогична с ситуацией других стран. Летальность растет с возрастом. Среди пожилых граждан старающих 80 лет смертельность составляет 25%. От 70 до 80 лет — 11%. От 60 до 70 — 2,5%. От 50 до 60 — 0,8%. Младшие 50 лет — меньше, чем 0,2%. И это описание управления системой реагирования на инфекционные заболевания. В Южно-Корейском правительстве работает Корейский Центр по контролю и профилактике заболеваний, сокращенно КСДС. Когда начнется новая пандемия, КСДС возьмет на себя руководящую роль в борьбе с инфекционными заболеваниями по всей стране. Правительство будет реориентировано в общую систему поддержки КСДС в борьбе с инфекционными заболеваниями. Под контролем премьер-министра создается объединенная система правительства с участием Ленд-Враг и других госведомств. И органы противодействия вирусу также создаются на уровне провинции, группных городов и других органов местного самоправления. Они также налаживают сотрудничество друг с другом. КСДС и правительство страны и местные органы власти проводят ежегодные совещания и налаживают систематическое сотрудничество. Информация о новых случаях заражения замедлительно публикуется ежедневно, а консультационные услуги предоставляют колл-центры и местные центры общественного здравоохранения. И правительство страны это рекомендует в подробные меры предохранения, например, это держание дистанции от 1 до 2 метров друг с другом между людьми. И система поэтапного реагирования на инфекционные заболевания. Во-первых, если подтвержден зараженный случай, проводится быстрое и точное эпидемиологическое обследование. С помощью информационной технологии ослеживает перемещение пациента и публикуется информация. И персональные данные подробные не публикуются, и только о перемещении движения пациента. И через определенный срок эту информацию мы удаляем. И во-вторых, система экспресс-диагностики, покоряя возможности ПТР-теста, были расширены на ранней стадии, и было также установлено большое количество лабораторий для забора образцов. Это позволяет быстро обследовать множество пациентов. Кроме того, бывают бессимптомные разораженные COVID-19, поэтому охват тестирования не расширен. Например, в случае обнаружения зараженных в плотном помещении, тесты проводятся для всех людей на том же этаже или во всем здании. В случае подтверждения зараженных в больнице или центре для пожилых граждан, обязательно проводят тесты для всех. Такие общерные обследования могут выявить бессимптомных инфекцированных и переместить их в карантин, чтобы остановить распространение COVID-19. Важно классифицировать пациентов по тяжести болезни. COVID-19 быстро распространяется и выделяет большое количество инфекцированных, в то время как происходит большое количество легких пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении. Медицинская система рухнется, если все пациенты будут госпитализированы. И в Корее среди пациентов коронавирусом 10% тяжелобольных госпитализированы, а 90% легких пациентов изолированы в определенные помещения под постоянным наблюдением медперсонала. Это предотвращает переполнение больниц пациентами и снижает приятности заражения медицинского персонала. Также важна медицинская система для больниц другими заболеваниями, кроме COVID-19. В стране работают больницы, где для больниц респираторными заболеваниями других пациентов действуют разные системы их маршрутизации. И в случае простой амбулаторной помощи мы временно разрешаем оказать медицинские услуги по телефону. Хресткая система карантина не ограничивает выезд из любых стран в Корею, за исключением пассажиров из китайской провинции Хубей. Тем не менее, мы создали специальную процедуру выезда в Корею, предусматривающую обязательное установление специального приложения на смартфон для мониторинга здоровья. И прибывших из других стран они предоставляют информацию врачам в Южной Корее при лечении. Ключевые меры противодействия распространению коронавируса представлены в хронологическом порядке. По мере роста числа пациентов, прибывших из других стран, уровень требований повещен до 3 и 4, 28 января, а с 7 февраля условия для обеспечения облегченной, чтобы допускать диагностические тесты по усмотрению врачей. Тогда было всего еще 20 пациентов, а 18 февраля была подтверждена 31 пациентка с коронавирусом, затем ежедневно выявляются 100-200 зараженных и число возрастает. В этой связи скорее выявлен самый высокий четвертый уровень эпидемиологической угрозы и ввела в действие общая государственная система поддержки борьбы. Как только мы заметили, что инфекция распространилась от церкви Шинчанди в городе Дегу, 20 февраля все 8-9 тысяч приведущих этой секты в городе были помещены в домашний карантин, все начали получать обследование. 28 февраля мы начинали кампанию по социальному дистантированию. Люди воздействуют от передвижения до уровня 55% предыдущего трафика движения, сотрудничая с правительством. Всего за 10 дней были подтверждены более 5000 новых случаев заражения, но 90% из них были легкими пациентами. Поэтому с 31 марта легкие пациенты находились в отдельные жилье-помещениях на обсервацию и начали их наблюдать небольшая группа медиков. И в результате первой волны роста зараженных начинает изгибаться, поскольку прирост числа пациентов с коронавирусом неоколом сокращался почти до 11 цифры. Поэтому с 6 мая мы изменили интенсивность режим социального дистантирования, что позволяет сбалансировать и совмещать физическое дистантирование с хозяйственной деятельностью. В Корее можно проводить до 20 тысяч 5 лет тестов в день, а результаты тестов можно получить в течение 6 часов, в тот же день тестирования, о чем подробно будут изложены попозже. Описание системы карантина и специальные процедуры выезда в страну. Южная Карелла продолжает окривать свои границы без иммиграционных ограничений, за исключением китайской провинции Хубей, однако введена в действие система специальные процедуры выезда в страну. В процессе иммиграции все посетители страны информируют о номере своего мобильника и устанавливают предложение на смартфон для мониторинга здоровья. С помощью приложения в течение 14 дней после прибытия в страну посетители два раза в день проверяют наличие самочувствия, и об этом информируют органы местного контроля. В случае появления прибывших из-за рубежа симптомов коронавируса, органы карантинного контроля связятся с ними, чтобы они смогли посетить местные центры по диагностике. Однако ввиду усиления глобальной пандемии, с 1 апреля всем прибывшим в Корею обязательно находятся на карантине в течение 14 дней. И это характеристики корейских контрмер против коронавируса. И Корея не вводила запреты на выезд в страну и не принимала мер принудительного закрытия различных заведений, в отличие от рубежных стран. Просто мы поместили на карантин это высокорискованные патенты, и народ самостоятельно, добровольно участвовали в социальном дистанцировании. И правительство открывает информацию, прозрачно организуя брифинги для врача в день, и население страны проявляет доверие к правительству, не поддаваясь и панике, и не скупая продукты. Так, граждане приняли активно присоединились к компании социального дистанцирования, и мы смогли добиться того же эффекта, что получилось и за рубежом, путем блокирования. В-третьих, в Корее действует общенациональная система медицинского страхования, и страна располагает качественной и доступной медицинской системой. Услуги диагностики и лечения COVID-19 предоставляются бесплатно за счет государственного фонда медицинского страхования и государственной поддержки. Это касается как корейцев, так и иностранцев. Подобная система внесла большой вклад в обеспечение быстрой диагностики и лечения COVID-19. В-четвертых, для борьбы с коронавирусом государственные ведомства объединили усилия. По этому направлению правительство также тесно сотрудничает с администрациями местных органов самоуправления. К подобным усилиям активно присоединяются и медперсонал, и граждане. Таким образом, все страны объединены по борьбе с коронавирусом. Кроме того, мы использовали передовые технологии для эффективного противодействия распространению коронавируса. В частности, когда речь идет о неизвестном новом инфекционном заболевании, очень важно создавать креативные и эффективные контрмеры в ходе борьбы с болезнью. Корея смогла успешно отреагировать, успешно разработав креативные контрмеры, соответствующие характеристикам COVID-19, активно используя развитые технологии. На этом я вкратце остановился на южнокорейской системе противодействия коронавирусу. И еще более подробно следующие специалисты будут останавливаться. И вот я хочу сказать, что это наш южнокорейский опыт. Каждая страна имеет свою систему здравоохранения и еще другие уклады жизни. Но все-таки надеюсь, что наш опыт поможет вам преодолеть нынешние трудности. И по поводу распространения COVID-19, спасибо большое. Спасибо за презентацию. Господин Суан поделился своим опытом. Оставите вопросы и комментарии на доске объявлений. И теперь профессор И Хеон Мин, отделение лабораторной диагностики при клинике Севранс и руководитель рабочей группы COVID-19 Корейского общества лабораторной медицины выступит о диагностической системе в Республике Корея. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут И Хеон Мин, профессор лабораторной медицины Медицинского института университета Йон Сэ. Сегодня я расскажу вам о методах диагностики коронавируса COVID-19. О новом типе коронавируса из семейства коронавирусов SARS-CoV-2 впервые было сообщено в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Сообщалось, что новый вирус на 80% имеет генетическую связь с коронавирусом SARS-CoV-2 и в 2003 году название новым вирусом дали SARS-CoV-2. Заболевания, возникающие в результате данной вирусной инфекции, стали называть COVID-19. Внизу представлены вирусы TGA-6-3, демонстрирующие более высокую генетическую взаимосвязь с ранее известными коронавирусами, но новый вирус имеет некоторые особенности. Инфицирование новым видом коронавируса впервые началось в Китае. До настоящего времени в Китае выявлено примерно 82 тысячи больных, и из которых 3300 больных скончалось, и в настоящее время ситуация там успокоилась. И в другие страны, в том числе в Корее, COVID-19 стала распространяться. В США выявлено 400 тысяч больных, из них 30 тысяч человек погибло. Так очень много людей становилось жертвами коронавируса. В Италии, в Испании было выявлено 100 тысяч тысяч и 140 тысяч больных, соответственно, и погибло 30 тысяч человек. Есть несколько причин большого количества смертей в результате COVID-19. И самая необычная особенность заключается в том, что в случае инфицирования обычным вирусом наблюдаются равномерные показатели смертности. Допустим, коэффициент смертности составляет 10%, тогда из 10 умирает 1, и из 100 умирает 10. Но в случае с COVID-19, чем больше число инфицированных, тем выше коэффициент смертности. Поэтому, если из 10 человек умирает 1 человек, и если заболевает 100 человек, умирает тогда не 10, а 30 человек. Эту особенность можно объяснить следующим образом. Если возникает большое число инфицированных COVID-19, то увеличивается количество людей, которым не оказывается соответствующая медицинская помощь. Умершие из этой категории людей становятся фактором высокого уровня смертности. Именно поэтому нельзя позволять распространяться инфекции COVID-19. Необходимо сократить распространение инфекций до уровня, в рамках которого медицинские учреждения смогут оказывать медицинскую помощь. Одним из методов сокращения инфекций является диагностика. Например, если никаких мер не применены, на 100 тысяч человек населения количество инфицированных будет примерно 270. В случае раннего выявления инфицированных и применения карантинных мер, количество инфицированных будет примерно 190. В случае применения мер самоизоляции и режима жесткого социального дистанцирования, количество вильный показатель 190 может сократить до 1 третий. С таким постоянным усилием важно снизить нагрузки на медицинские учреждения, до уровня, который будет ниже предела их возможностей. Поэтому здесь и диагностика – это очень важно. В настоящее время используются три метода диагностики COVID-19. Наиболее широко используется метод молекулярной диагностики, а также так называемые методы экспресс-диагностики, основанные на выявлении антигенов и антител. Целевое вмещение молекулярной диагностики является ген. Ген Е, ген РДРП, ген С и ген Н. В методе молекулярной диагностики приводится диагностика от стадии появления симптомов до поздней стадии болезни. Результаты молекулярной диагностики становятся критерием для определения мер лечения, например, карантинный режим. Уровень чувствительности и специфичности метода молекулярной диагностики составляет около 95% и возможно диагностировать болезни на ранней стадии без симптомов. Стоимость данного метода относительно высокая, поэтому метод молекулярной диагностики является методом для точной диагностики людей с подозрением на инфицирование и использование в процессе определения методов лечения. Поэтому данный метод является стандартным и широко используется во всем мире. ВОЗ и CDC также рекомендуют данный метод. Еще есть и метод диагностики антигенов и антител. Метод диагностики антител – это метод, основанный на выявлении антигенов. Чувствительность у данного метода ниже молекулярной диагностики, поэтому возможно использовать данный метод на среднем этапе заболевания. Но пока точная оценка данного метода не проводилась. Но по сравнению с другими методами, по сравнению с материалами других методов, уровень чувствительности и специфичности можно оценивать от 50 до 70%. Особенно в отношении COVID-19 необходимо учитывать возможную перекрестную реакцию с ростливыми коронавирусами. Касательно возможности тестирования бессимптомных инфицированных, думаю, что результат тестирования будет варьироваться от количества антигенов. И стоимость данного метода ниже стоимости метода молекулярной диагностики. Вот так метод диагностики антигенов уступает методу молекулярной диагностики, поэтому в условиях пандемии, когда единовременно наблюдается сотни тысяч больных, можно учитывать диагностику антигенов. Однако, с учетом низкого уровня чувствительности, сложно использовать данный метод для точной диагностики или отслеживания. Последний метод – это диагностика наличия антител. Антитела образуются после заражения, спустя 7 дней до 28 дней. Уровень чувствительности низкий на ранней стадии заражения, впервые две недели после инфицирования. Спустя определенное время, 14 и 21 дней, для формирования антител данный метод показывает высокий уровень чувствительности, например, 95%, но пока чувствительности и специфичности не оценились. Но необходимо учитывать сезонность коронавирусных заболеваний и необходимо помнить о возможной перекрестной реакции. Диагностировать бессимптомное течение болезни очень сложно, поэтому на начальном этапе в организме нет антител. Спустя примерно 14 дней возможно диагностировать бессимптомных инфицированных. Стоимость невысокая, поэтому его можно использовать с целью, например, эпидемиологических исследований и для проверки эпидемиологических связей. Когда способность использования метода молекулярной диагностики является недостаточной и возникает пандемия, данный метод можно использовать и в вспомогательных целях. Эти две методы уже принимаются в некоторых регионах Китая. С учетом этих особенностей, в Корее используется только метод молекулярной диагностики. В случае использования метода молекулярной диагностики мы теперь должны обратить внимание на образцы генетического материала. У больных, зараженных COVID-19, с начала этапа заражения большое количество вирусов находятся в верхних дыхательных путях. Согласно журналам Lancet Infectious Disease и New England Journal of Medicine и другие исследования, уже на ранней стадии проверка мазков из горла показывает наличие большого количества вирусов в верхних дыхательных путях. Согласно данным Clinical Infectious Disease, на ранней стадии проявления симптомов в 1 миллион слюны содержится примерно 10 в пятой степени до 10 в восьмой степени вирусов. Такие симптомы наблюдаются у людей от 4 до 9 дней и затем после 9 дней проходят. И большое количество вирусов обнаруживается в верхних дыхательных путях, но самое большое количество вирусов обнаруживается в органах дыхания. Объем вирусов в органах дыхания превышает объем вирусов в верхних дыхательных путях в 10-100 раз. Самый хороший генетический материал для диагностики COVID-19 – это жидкости бронхоальвеолярного лаважа из органа дыхания. Чувствительность на основе такого материала составляет 93%. Показатель чувствительности у мокрот пациентов с респираторными симптомами составляет 70%, а у материала мозга из носа – 63%. Наблюдается относительно низкая чувствительность в тестировании мозгов из глотки, потому что за 4-9 дней количество вирусов в слюне снижается. Поэтому на средней и последней стадии болезни, когда вывод вируса больше не происходит, уровень чувствительности мозгов из глотки составляет около 30%. Такое явление подтверждается и в других примерах. Смотрите на результат анализа первого пациента в США. Например, на седьмой день результаты мозгов из носоглотки и ротоглотки были позитивными, но увеличилось значение КТ в мозге из ротоглотки. На 12-й день значение КТ высокое и позитивный результат мозга из носоглотки сохраняется и из ротоглотки отрицательны. Учитывая такие факторы, для диагностики COVID-19 можно использовать образцы из верхних дыхательных путей мозги из носоглотки и ротоглотки, а из нижних дыхательных путей – мокроты или бронхиальные смывы. Наиболее подходящими генетическими материалами являются мозги из носоглотки и ротоглотки на начальной стадии, но мозги из ротоглотки с течением времени чаще дают отрицательный результат, поэтому мозги из ротоглотки нельзя использовать на средней стадии. На средней стадии уже проявляются респираторные симптомы, поэтому надо дополнительно тестировать мокроты. Необходимо хранить и переводить полученные образцы при температуре 4 градусов. Как я уже говорил ранее, в Корее используется только металмолекулярный анализ. В частности, мы используем ПЦР-тест в реальном времени. Сейчас ВОЗ рекомендует исследовать 4 вида генов для диагностики – ген Е, ген РДРП, ген Н и ген С. В случае использования этих 4 вида генов даже в регионах с низким уровнем распространения COVID-19, позитивный результат на 2 из 4 генов становится основанием для диагноза COVID-19. Диагноз COVID-19 можно также подтвердить, когда с помощью ПЦР-теста выявляется один вид гена, а другой ген выявляется с помощью анализа, перечня, последовательности. С другой стороны, в регионах, где наблюдается эпидемия коронавируса, позитивный результат на наличие хотя бы одного из 4 генов является основанием для диагноза COVID-19. Так что касается позитивного результата, в зависимости от степени развития COVID-19 подтверждается 1 или 2 гена для диагноза. Но необходимо быть внимательным в случае отрицательного результата. Даже если хотя бы один ген был отрицательным в тестировании, нельзя на 100% исключать вероятность COVID-19, потому что сложно забрать и обратиться. Для забора маска из носоглотки нужно вставить ватную палочку, чтобы она коснулась задней стенки носоглотки. Поэтому ватную палочку нужно вставить глубоко. В этом процессе многие чувствуют бол, из-за этого люди отводят свое тело назад. Это мешает процессу точного забора. Врачи тоже не могут точно определять, насколько глубоко была вставлена ватная палочка. Иногда ватная палочка вводится недостаточно глубоко, и забор маска происходит в средней части носоглотки. Тогда это уже не забор маска из носоглотки. Это уже мазок из носа. Как я уже показал, в случае тестирования носа из-за мокрот, уровень позитивных результатов снижается, и в этом случае можно получить ложный отрицательный результат. Поэтому нельзя исключать вероятность заражения COVID-19. Также мы получим отрицательный результат в этом случае. Проблема транспортировки тоже очень важный фактор. РНК вирусы легко распадаются, поэтому если не хранятся и транспортируются образцы при необходимых условиях, тогда вирус не обнаружается, и результат будет отрицательным. На ранней или поздней стадии наблюдается сокращение выделения вирусов. Поэтому на этих стадиях невозможно использовать метод молекулярной диагностики. Здесь надо использовать диагностику антитела. Также могут быть технические проблемы. Коронавирусы хорошо мутируют и также хорошо рекомбинируют. Поэтому если в нашем целевом гене есть мутация или рекомбинация, диагностика COVID-19 невозможна. Ингибитор в материале может влиять на все реакции ПЦР, которые могут вызывать ложно-отрицательные результаты. Таким образом, необходимо учитывать ингибитор. И здесь внутренний контроль имеет решающее значение. Посмотрим, каким образом и на каких участках происходят мутации COVID-19. Сейчас многие тесты системы производятся с отчетом ген Е, ген С, ген Н и РДРП. Участки гена С, гена Э и гена Н – это участки, где часто наблюдается мутация. Участок РДРП тесно связан с выживаемостью вируса, поэтому здесь не очень часто наблюдаются мутации. Поэтому обычно селективно используем гены С, Е, Н и РДРП для диагностирования болезни. Таким образом, с комбинацией генов можно диагностировать COVID-19. Такие методы диагностики на базе анализа генов уже были представлены много раз. В них рассказывается о выявлении гена Н, гена Е, РДРП и, в других случаях, ОРФ-1Б. Сейчас в Корее можно использовать 5 видов тест-систем, одобренных в срочном порядке. Большинство тест-систем ориентировано на диагностику на базе гена Е и РДРП. И некоторые системы дополнительно могут выявлять ген Йен. Скажу 5 тест-систем, которые одобрены и используемые в Корее по порядку. Тест-система PowerCheck компании Kojen Biotech. Тест-система iPlex компании C-Gen. Тест-системы N-CoV и Diaplex-Q компании SD-Biosensor и Slogent. Тест-система Real-Q компании BioSeum. Таким образом, были разработаны ряд тест-систем в Корее для тестирования COVID-19. По сравнению с другими странами, большой объем анализов привлекает большое внимание. Есть несколько причин высокой способности молекулярной диагностики в Корее. Во-первых, Корея хорошо обеспечена оборудованием для ПЦР в реальном времени. В 2009 году инфлюенция нового типа распространялась в Корее и были проведены 1 миллион ПЦР-тестов в режиме реального времени. И одобрение для ПЦР в Корее стало необходимым теперь. Во-вторых, обеспечение необходимым оборудованием формировало рынок этого вида оборудования. И впоследствии этот рынок молекулярной диагностики расширился в Корее. Вот таким образом, с поступлением такого оборудования, многие компании начали разрабатывать технологии молекулярного анализа. Это привело к применению разработанных тест-систем во всех сферах медицины. В заключении, последним фактором высокого уровня молекулярной диагностики в Корее является состав корейских экспертов, которые специализируются на лабораторной медицине. В мире нет так много стран, где имеется система с врачами, специализирующимися на лабораторной медицине. Корейские эксперты сделали большой вклад в плане обеспечения разнообразия и специализации анализов. Благодаря их усилиям были созданы научные сообщества для одобрения и оценки деятельности в лабораторной медицине. И они повысили способность диагностики в Корее. С повышенным уровнем способности диагностики были активно проведены тестирования COVID-19 с начала февраля. По разгару эпидемии количество анализов в день достигло от 20 тысяч до 25 тысяч в день. Сейчас в день проводится до 20 тысяч анализов. На начальном этапе из-за наличия многочисленных пациентов из религиозной секты Синчан-Ди, уровень прироста новых зараженных был аналогичен с показателями других стран. Но в результате расширенной диагностики и мер по изоляции сейчас в Корее наблюдается тенденция снижения заражения. Помимо этого, Корея демонстрирует значительно низкий уровень смертности по сравнению с другими странами. Есть две причины низкой смертности в Корее. Во-первых, большая часть инфицированных в Корее – это молодые люди в религиозной секте Синчан-Ди в возрасте 20-40 лет. Во-вторых, быстрое проведение большого количества тестов позволило обеспечить обнаружение болезни на ранней стадии. Поэтому коэффициент смертности низкий по сравнению с другими странами. Что касается массового тестирования COVID-19 в Корее, то можно выделить две основные категории. Во-первых, это клинические исследования. И во-вторых, это анализы в рамках общественной лаборатории. Клинические исследования проводятся в центрах клинических лабораторных исследований на базе запросов от больниц. Насчитывается около 120 пунктов частного сектора, где возможно проводить исследования. 110 из них – медицинские учреждения, остальные 10 – центры клинических исследований. Что касается общественной лаборатории, то это Центр лабораторных исследований при КСДС, а также Институт здравоохранения и экологии в каждом городе и провинции Кореи. Сейчас действует 18 общественных центров лабораторных исследований, один из них при КСДС, а также 17 региональных центров. Каждая лаборатория может проводить около 40 тысяч исследований в день. Общественные центры могут проводить до 4 тысяч анализов в день. Кроме исследований, обратный поток информации тоже очень важен. Время оборота в лабораториях клинических исследований составляет 3 до 24 часа. В центрах клинических исследований – 20 до 24 часов. И в общественных центрах – в течение 3-6 часов. В следующей задержке – в течение 24 часов. Возможно, проводить такое большое количество анализов. И сейчас в Корее возможно производство до 300 тысяч тест-систем в сутки. В сутки используется 30 тысяч и 40 тысяч тест-систем. И поэтому оставшийся объем примерно 250 тысяч тест-систем можно экспортировать за рубеж. Использование тест-систем в процессе диагностики приводит к ряду вопросов. Например, в случае применения молекулярного метода можно столкнуться с позитивными результатами в отношении одного из генов COVID-19, даже у людей, которые не вызывают подозрения на наличие COVID-19. В этом случае нельзя здесь расшифровывать результаты только на основе полученной цифры. Необходимо проверить показатели кривой амплификации. И необходимо проверить пик амплификации соответствующих генов. В этом случае можно определить проблемную кривую графика. С проверкой данного участка возможно проверить участки, где не наблюдается увеличение показателей. Обычно это ложнопозитивный результат, который возникает в результате перекрестного воздействия ПЦР. В случае позитивного результата на один из генов необходимо проверить кривую амплификации. Определять ложнопозитивные показатели – это очень важно для диагностики COVID-19. Так, сегодня я рассказал вам о методах диагностики COVID-19, а также о практиках расшифровки результатов. Данный материал будет опубликован в статье по вопросам общих и практических инструкций касательно диагностики COVID-19. Применение таких инструкций будет полезным для диагностики COVID-19 с помощью метода молекулярного анализа. На этом я заканчиваю свою лекцию. Спасибо за внимание. Спасибо большое, господин профессор Ли, который читал лекцию по диагностической системе в Южной Корее. Следующий докладчик – господин Ли Джига, профессор отдела эпидемиологии больницы университета Халим. Это тема особенностей корейского эпидемиологического обследования COVID-19. Прошу вас. Здравствуйте, меня зовут Ли Джига, работаю в отделе эпидемиологии больницы университета Халим. Сегодня позвольте остановиться на особенностях эпидемиологического обследования в Корее. Сейчас многие страны мира борются с COVID-19. Мой доклад посвящен, как проводятся эпидемиологические обследования пациентов новым коронавирусом и какие уроки можно извлечь из нашего опыта. Как обычно, в эпидемии нового вируса ответные меры общественного здравоохранения сводятся к следующему. В частности, можно выделить такие вопросы, как профилактика при выезде в страну. Ответные меры на каждые случаи обследования ранний скрининг, лечения не только больных коронавирусом, но и больных другими болезнями, и как распределить медицинские ресурсы. И сегодня в основном расскажу о способах обследования и контроля за эпидемией. Как вы хорошо уже знаете, при появлении пациента, первичное эпидемиологическое обследование крайне важно, поскольку оно позволит оттенить уровень риска. Важнейший цель эпидемиологического обследования состоит в том, чтобы оттенить уровень риска эпидемии и выявить и отделить контактировавших с зараженными. Вот теперь я проинформирую вас о особенностях подобного обследования и его способах в Корее. Вначале я остановлюсь и на основных элементах эпидемиологического обследования, которые используются в Корее. Во-первых, когда подтвержден зараженный, вначале изучаем содержание медицинской карты пациента и его ответы. В частности, самое важное, что нужно проверить в Корее, это процесс проверки того, где побывал пациент, причем изучение GPS-информации и мобильного телефона и пациента, или того, где мобильный телефон пациента был на связи. И также информация о транзакции по кредитным картам пациента подтверждает, какие заведения он посещал, какие коммерческие заведения он посещал. В частности, если в помещении, где находился пациент, была система видеонаблюдения, ее записи позволяют узнавать, с кем пациент встречался и по какому уровню. В Корее, после компьютеризации информации от компаний операторов мобильной связи и другой информации, создана подобная веб-страница. И открытие информации мобильного о передвижении пациента можно делать с его согласия. После ослеживания информации о передвижении пациента, выявить информацию о его контакте с другими людьми, и записи видеонаблюдения помогают уточнить расстояние между пациентом и контактировавшими. Итоговые данные информации публикуются через органы местных властей и Центр по контролю по профилактике заболеваний, сокращенно КСДС. И принцип эпидемиологического исследования в Корее заключается в продераченном раскрытии информации, чтобы общественность сама знала, насколько великий риск от конкретного пациента. Такая система в Корее создана совсем недавно. В 2015 году в больнице в Корее происходила вспышка коронавируса ближневосточного респираторного синдрома Мерста. В следствии этого в обществе была согласована необходимость улучшить систему эпидемиологического обследования. Теперь у нас разработана система автоматического исследования передвижения пациентов. Теперь обработка информации для эпидемиологического обследования происходит не в бумажном виде, а в электронном. Раньше при эпидемиологическом обследовании приходилось отдельно запрашивать информацию о КСДС и полицейском управлении у компаний операторов мобильной связи, что потребовало большего времени, а теперь подобное время существенно сократилось с помощью интеграции информационной системы между ведомствами. Если раньше работа определения информации о передвижении пациентов заняла более чем сутки, а теперь можно войти в этот веб-сайт, и подробную информацию можно получить через минут 10. И раньше созданные ручные работы и данные информации надо было переводить в электронные данные, что заняло немало времени, а теперь все данные сразу вводятся электронным способом, что позволяет расширить возможность использования информации. И раньше различные данные информации были разбросаны по разным организациям и учреждениям, а теперь все данные собраны в одном месте, в одной системе, и они доступны к профильным организациям. Обновленные данные также оперативно передаются в органы. Эта схема показывает, как доставляется информация о подтвержденных, инфектированных и контактировавших с ними и людях в горе. Собранные процессы карантинной информации, а также информация от компаний сотовой связи, предоставляются в КСДС. И данные о пациентах можно обменивать с медицинскими учреждениями, в том числе районные центры здравоохранения. В частности, информация, собранная в КСДС, доставляется в Национальную корпорацию медицинского страхования, сокращенно НХИС. Затем медицинские учреждения, которые также могут разобраться в данных, а контактировавших с инфектированными людях. И если человек относится к категории контактировавших с зараженным, мобильные приложения будут установлены на его мобильный телефон. И приложение переведено на несколько языков. И когда пользователи вводят в мобильные, если пользователи вводят в мобильные приложения такую информацию, как наличие жары, кашля, боли в горле, отышки, когда она немедленно передается на домашнюю страничку КСДС и в районный центр здравоохранения, мы следим за тем, чтобы такие люди направлялись прямо в скрининговый пункт на обследование. Если контактировавшие с зараженными установили на своем мобильнике подобные приложения и находятся вне помещения карантина, об этом немедленно сообщают в районный центр здравоохранения или в КСДС, работая с системой, по которой человек может сразу о своих симптомах информировать местный районный центр здравоохранения. Подобная система служит важным инструментом для тщательного контроля за контактировавшими с инфектированными. Наиболее характерной особенностью призвора такой информации являются инфокоммуникационные технологии, на основе которых можно получить точную информацию, ее можно использовать на эпидемиологическом обследовании в реальном режиме времени. И вот это помогает, это оперативно заниматься эпидемиологическим обследованием при создании подобной системы, руководствовались на принципе открытости и точности информации, которая в реальном режиме времени публикуется населению. Кроме того, с учетом принципа демократии, раскрытие этой информации происходит, чтобы предотвратить нарушение прав человека и предоставлять подобную информацию по ограниченному объему только в целях защиты здоровья каждого из жителей страны с точки зрения общественного здравоохранения. Я читал, как зарубежные средства массовой информации в своих статьях выражают беспокойство о вопросах прав человека в области информации. Хочу с этой связи отметить, что Республика Корея вполне демократическая страна и открытие информации происходит только ради обеспечения общественной безопасности, обеспечивая права человека. И таким образом, информация, собранная во всех процессах эпидемиологического обследования, передается только в крайне нужные чрезвычения с исключением персональных данных пациентов. Подобная информация может быть использована только для того, чтобы жители страны могли знать о контакте с зараженными и защищали свое здоровье. И личная информация определенных лиц раскрывается для общественности до того уровня, на который не будет нарушения их прав человека. И заложил важные аспекты эпидемиологических обследований, которые проводятся в Корее. Если у вас будут вопросы, я отвечу попозже, по время вопросов и ответов. На этом я закончу свое выступление. Благодарю вас. Спасибо, профессор Ижегап, за презентацию. В карьере, чтобы обеспечить права граждан, мы адаптировали новые технологии для эпидемиологической диагностики исследований. И теперь будет презентация профессора Йон Чжун Соб, клиника Сеуранса. Он выступит о клинических характеристиках и терапевтических вариантах COVID-19. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Йон Чжун Соб, клинический профессор кафедры внутренней болезни Пензинского института университета Йон Чжун Се. Сегодня я расскажу о клинических особенностях и лечении COVID-19. Возбудитель COVID-19 – это вирус семейства бета-коронавирусов, называемый SARS-CoV-2. Бета-коронавирус включает в себя вирус SARS-CoV и вирус MERS-CoV, которые были широко распространены в прошлом и генетически хорошо известно, что SARS-CoV-2 очень похож на SARS. Есть много похожих клинических аспектов. Эти вирусы являются респираторными вирусами, они распространяются через органы дыхания, поэтому симптомы пациентов имеют много общего, например, респираторные симптомы и высокая температура. Но у SARS-CoV-2 клинический аспект несколько отличается от прошлых SARS или MERS. Вначале было много споров о том, как распространяется SARS-CoV-2. Конечно, это респираторная инфекция, но были споры о том, что вирус распространяется после появления симптомов или до появления симптомов. Между тем, эпидемиологические данные показали, что как инфлюенция до появления симптомов SARS-CoV-2 может передаваться. Как вы видите здесь, это совсем недавняя статья из медицинского журнала New England Journal of Medicine. Этот документ доказывает исследования, что вирус распространяется еще до появления симптомов. Как вы можете видеть, независимо от наличия симптомов, даже если есть симптомы, независимо от того, что они являются типичными симптомами или нет, вирус может культивироваться до появления симптомов у пациентов. То есть даже до появления симптомов можно считать, что болезнь может распространяться. И у пациентов COVID-19 как инфлюенция наблюдается большой объем вирусов на ранних стадиях заболевания. И с течением времени объем вируса постепенно уменьшается. И вирусы выделяются через верхние дыхательные пути примерно до двух недель. Поэтому причиной эпидемического распространения COVID-19 во всем мире является возможность распространяться на других людей даже с бессимптомной стадии. То есть до лечения и до помещения пациентов на карантин в определенном учреждении этот вирус уже распространяется. Это является основной причиной всемирной эпидемии COVID-19. Это результат нашего исследования в Корее. В настоящее время в Корее зарегистрировано более 10 тысячи пациентов с COVID-19. В этой статье представлена диаграмма, показывающая, как вирусы появляются у 28 пациентов в Корее на ранних стадиях. У корейских пациентов также большое количество вируса появляется на ранних стадиях и вирус уменьшается со временем. И такую тенденцию можно найти и в Китае, и в других странах. Известно, что COVID-19 особенно опасен для пожилых людей. COVID-19 может заражать людей всех возрастов, но известно, что пожилые люди в возрасте старше 50 или 60 наиболее поверены осложнениям. Фактически эти данные из китайского города Ухан сравнили группы пациентов в общих палатах и в отделении интенсивной терапии и показали, что группа 65-летних пожилых людей имеет высокую долю пациентов, которые нуждаются в интенсивной терапии. Согласно эпидемиологическим данным из города Ухан, в начале эпидемии у 98% пациентов были высокая температура качел, боли в мышцах и так далее, а у 3% диарея. В прошлом SARS или MERS имел больше симптомов диареи, чем SARS-CoV-2 и степень или характер других респираторных симптомов могут быть похожими. А в группе высокого риска может появиться пневмония. Когда пневмония появляется на рентгенограмме, наблюдается двусторонняя пневмония. Интересно, что у 80% пациентов были высокая температура и качел, но одышка только у 30% пациентов. То есть наблюдается относительно очень мало случаев с симптомами одышки у пациентов с пневмонией. Это особенности пациентов с пневмонией COVID-19. На самом деле, когда измеряют состояние пациентов, хотя уровень насыщения кислородом очень низкий, но и не испытывают никаких симптомов, таких как одышка, или стеснение в груди. При изучении клинического аспекта в Корее для первых 28 пациентов здесь были включены многие, у которых не было серьезных симптомов. Только у 25% людей была высокая температура и было мало, кто жаловался на респираторные симптомы. Поэтому, когда впервые испытали COVID-19 в Корее, многие думали, что COVID-19 был несерьезным заболеванием. однако, потом в Тэгглое и Геонгсангпукто произошла масштабная эпидемия, и с тех пор число пациентов быстро увеличилось, и сейчас зафиксированы более 10 тысяч пациентов. Согласно данным КСДС, первые 7 055 случаев были в основном инфицированы в возрасте 30 лет, а затем в возрасте 40-50 лет. Если вы смотрите на процент смертности увеличивается в основном с возраста 50 лет и старше, и в возрасте 60-70 лет смертность очень высокая. Если смотрите по регионам, в Тэгггл и Геонгсангпукто смертность была выше, чем в других регионах Кореи. Считается, что есть много причин, но может быть это из-за большого количества пациентов за короткий период времени. Массивное инфицирование произошло в доме престарелых, где было госпитализировано много пожилых людей, с основными заболеваниями и плохим питанием, поэтому, особенно в этих регионах, был более высокий уровень смертности. Среди 66 умерщих пациентов у 96 и 80 процентов было, по крайней мере, одно хроническое заболевание. Люди с основными заболеваниями в пожилом возрасте являются группой высокой риска. Около 80 процентов пациентов с симптомами, но у некоторых пациентов с симптомами и в тяжелых случаях с пневмонией состояние быстро уходилось. Таким образом, если вы посмотрите на случай смерти, период от госпитализации до смерти очень коротко, примерно 5 дней, то есть заболевание быстро развивается с момента возникновения пневмонии. Лично я видел, что пациенты, которые хорошо поели утром, но в тот вечер у них быстро развивалась пневмония и они подвергнулись использованию аппарата ИВЛ. Вот таким образом, важно отметить, что 80 процентов пациентов COVID-19 естественно выздоровели без специального лечения, если нет тяжелых симптомов. Но здесь важно предсказать, кому становится хуже, у кого развивается пневмония и кто нуждается в интенсивной терапии в больнице. И особенно в Корее в течение короткого периода в конкретном регионе развивалась масштабная эпидемия и тогда больница не может принять всех пациентов. Поэтому очень важно как сортировать пациентов и сколько быстро госпитализировать только пациенты с высоким риском обострения. То есть процесс триаж очень важен. В клиническом процессе интересно, что гневмония начинает развиваться с 7 по 8 день после появления симптомов. В первом клиническом анализе в Ухане после появления симптомов потребовалось около 7 дней для госпитализации. Время до появления одышки составляет 8 дней и через один день после госпитализации серьезная одышка появляется. До появления РДСВ занимает 9 дней. То есть симптомы будут появляться и быстро прогрессировать до появления одышки. И через примерно 10 с половиной дней после госпитализации уже надо быть в отделении интенсивной терапии и очень быстро прогрессирует с момента появления одышки. Итак, поскольку мы также стыкнулись с такой серьезной эпидемией, если вдруг появляется много пациентов за короткий период времени, мы можем выделить группу высокого риска на основе их основного заболевания и возраста. Кроме того, мы использовали метод для сортировки групп риска по клиническим показателям. Это таблица с модифицированной оценкой раннего предупреждения. Мы рекомендуем использовать данную таблицу в руководствах созданных корейским обществом интенсивной терапии и корейской азотиатии инфекционных заболеваний. Здесь оценивается 5000 чистота сердечных сокращений, кровяное давление, количество утохов, температура тела и сознание пациента. Если оценка составляет например 4 и меньше, это группа с низким риском. 5 или 6 значит группа с средним уровнем риска и 7 или выше это группа высокого риска. Если вы относитесь к группе высокого риска с оценкой 7 или выше, мы рекомендуем госпитализацию и продолжить лечение. На самом деле основой модифицированной оценки раннего предупреждения является модификация национальной оценки раннего предупреждения, так называемая НЮС, которая была разработана в Великобритании. НЮС включает в себя критерии для измерения насыщения кислородом. Когда было так много пациентов, одновременно мы управляли временным медицинским центром и в процессе принятия решения о том, кто выходит в группу высокого риска, а кого следует перевезти в больницу. Было сложно делать рентгенографию или компьютерную томографию, поэтому очень часто использован уровень насыщения кислородом. Таким образом, не только чистота сердечной сокращения, давление крови, количество выдохов, температура тела и сознание пациента, но и уровень насыщения кислородом также рассчитывались. Такой метод расчета был эффективным в стратегии раннего госпитализации пациента высокого риска, то есть именно в триаже. И здесь эта таблица недавно опубликована в статье, когда было слишком много зараженных в городе Дегу, было возможно предсказать риск пациента и реагировать на ситуацию по телефону благодаря данной таблице. Как я уже говорил, в течение короткого периода времени в Дегу и Кьонсангбукто был взрывной рост числа заболевших COVID-19. Тогда, поскольку все эти пациенты не могли быть размещены в больнице, многие были помещены на домашний карантин. Конечно, состояние некоторых пациентов дома могло уходиться, и медицинский персонал не мог встречаться личным с этими пациентами. Поэтому мы использовали телефонную систему, использовали эти шкалы в этой таблице. Оценивали наличие симптомов, возраст, наличие основных заболеваний и местонахождений в качестве баллов, и на основе таких баллов решили, в какое медицинское учреждение надо отправлять пациентов. И мы решили отправлять пациентов в обычную палату или в отделение интенсивной терапии. Таким образом, мы проводили теряж. Вот так такая система оценивается важным руководством для быстрой сортировки группы высокого риска и обеспечения надлежащего медицинского лечения в ситуациях, когда есть слишком много пациентов одновременно. Как вы знаете, этот пациент COVID-19 впервые относительно нормальный на рентгеновских снимках, но в компьютерной томографии показывается затемнение легких. Однако, по разным причинам было сложно снимать и томографию каждый раз, поэтому надо было использовать и насыщение кислородом и другие системы баллов. Если возможно, можно сделать рентген или КТ грудной клетки и уточнить затемнение по типу матового стекла, поэтому с этими клиническими симптомами на основе визуальных изображений вы можете подозревать наличие COVID-19. Результаты КТ также были описаны во многих документах и здесь появляются не только клинические данные называемые ГГО, но и потерны наблюдаемые при общей бактериальной гневмонии. Уже объяснили, что вирус может высвобождаться так долго и тогда теперь надо подумать как лечить пациента. По многих странах такие руководящие принципы лечения уже разработаны и в Корее недавно временное руководство было разработано и опубликовано. Это называется временным руководством потому что появился совсем новый вирус под названием SARS-CoV-2 и никаких исследований по нему не проводилось и поэтому пока мы ничего не знаем о этом вирусе. Поэтому наши рекомендации по препаратам время от времени постоянно меняются. Мы разработали и использовали временное руководство на начале эпидемии и будем включить данное руководство в будущем. И здесь механизм действия препаратов которые были использованы. Здесь препараты против ВИЧ лофеновир литонавир блокировали рост вируса и ремдесивир который пока нет в Корее но в последнее время известно что он эффективен эффективно это также используется в процессе отделения вируса. Также есть препараты малярии хлорихин или гидроксихлорихин он оказывает противовирусное действие и воздействует на стадию проникновения вируса в клетку. Еще есть реконвалестентная плазма и камустат он блокирует проникновение вируса в клетку. Поэтому его эффективность стала известной в рамках программы по перепрофилированию лекарственного препарата. Поэтому была рекомендована использовать эти препараты в руководствах по лечению. Хотел бы закончить свою лекцию кратким изложением корейских руководств по лечению. Первый вопрос рекомендуется ли противовирусное лечение пациентам с COVID-19? На этот вопрос пока нет достаточного ответа. Пока на самом деле у нас нет достаточных оснований. Но в результате исследования проведенные в прошлом для МЕРС или САРС программа по перепрофилированию рекорственного препарата слабо рекомендовала, что препарат данный препарат может использоваться по усмотрению медицинского персонала для противовирусного лечения корот. Как известно, эффект это эффективно в лаборатории. И если надо адаптировать противовирусное лечение, для каких пациентов мы должны использовать? Во-первых, пациент должен быть подтвержден COVID-19. Вреди пациентов для пациентов с умеренным или тяжелым уровнем заболевания или с пневмонией можно рекомендовать противовирусное лечение. Таким образом, около 80% пациентов со слабым уровнем заболевания не выздоровевали естественным путем без использования определенных препаратов. Если вы используете этот противовирусный препарат, когда надо начинать? На основе опыта рекомендовалось начинать как можно скорее после появления симптомов или после подтверждения диагноза. Однако мы рекомендовали противовирусный препарат только для пациентов с умеренной или тяжелой степенью тяжести. Значит, что фактически пациентам давали антивирусные препараты не сразу, но некоторое время спустя. В Корее наиболее использовали гидроси хлорихин и лупиновир и ритонавир. Они препараты для ВИЧ. Даже сегодня эти два препарата обычно используются у пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести, у которых есть возможность развития пневмонии после госпитализации. Однако результаты исследований на ранней стадии в Китае в отношении гидроксихлорихин и лапинавир, литонавир были положительными. Однако недавние исследования в США показывают отрицательные результаты. Хотя в Корее также проводятся клинические исследования, врачи с опытом говорят, что эти два препарата не вносят значительный вклад в предотвращение развития заболевания или улучшение состояния пациентов. Также можно рекомендовать интерферон, но практически не очень часто использован. Ремдесвир в настоящее время ожидается наиболее эффективным и прошло испытание о ремдесвире в Корее. К сожалению, из-за нехватки зарегистрированных пациентов, не так много пациентов получили этот ремдесвир в Корее. Однако, несмотря на ограниченное количество пациентов, уже знаем, что он более эффективен, чем другие препараты. И в США опубликовали, что ремдесвир фактически не влияет на смертность, но сокращает время, период восстановления пациента и имеет положительный эффект. Следующий препарат это стероид, который был спорным в Корее. Если состояние пациента уход сушается, и надо использовать аппарат ИВЛ из-за пневмонии, и если пациент может умереть от гипоксии, выше сказанные гидроксихлорихин или рапинавир или тоновир неэффективны. В таких случаях ограничительно добавили системные стероиды. Пока не было доказано с точных объективных исследований, поэтому мне осторожно говорить об эффективности стероида. Но были положительные отзывы о том, что многие врачи, которые использовали стероиды, кажутся полезны. Последний препарат это реконвалестентная плазма. В Корее были примеры использования этого препарата, хотя их количество ограничено. Пациенты показали хороший прогноз, и дальше нам необходимо продолжать исследование для этого. Это результат. Здесь вы видите исследование ремдесивира из США, и это показывает ремдесивир показать положительный результат быстрого выздоровления. Итак, в общем-то, как препараты ожидается, что ремдесивир будет самым популярным. Другие препараты требуют дополнительных исследований, но на основе опыта Кореи можно сказать, что другие препараты были неэффективными. Спасибо за внимание. господин отмет каким-то. объект pocket летом. Продолжение следует... Продолжение следует... Какие приоритеты с учетом особенностей коронавируса? Какие меры считаются приоритетными и важнейшими при противодействии коронавирусу с учетом его особенностей? Ну, много сказать можно, но с учетом Международной Кореи два момента могу сказать. Первое. И путем эпидемиологического обследования надо тщательно проводить эпидемиологическое обследование. Еще надо расширить, охват тестирование. Это второй момент. И на ранней стадии в спешке вируса эпидемиологическое обследование очень важно. А потом, по мере роста развития ситуации, надо минимизировать риск распространения. Но с учетом моего опыта, темпы распространения коронавируса очень быстрые. Поэтому традиционный метод это не сработал бы. И поэтому в Южной Корее были тоже возникли многие споры вокруг коронавируса. Но это широкий охват тестирования и эпидемиологическое обследование. Эти две работы сильно помогли. И еще второй момент. Это надо подготовиться к выделиванному росту любых пациентов с коронавирусом. И в Корее это своего рода обсерваторы. То есть определенные жилье помещения для обсервации мы создали. Но домашнее самоизоляция тоже работает, срабатывает. Но это какое-то гостиницу, какое-то общежитие можно использовать в качестве обсерваторов. И тогда можно подготовиться к выделиванному росту пациентов, особенно бессимптомных и легких. И надо подготовиться к такой ситуации. Надо конкретизировать систему сортировки пациентов по уровню тяжести. Спасибо большое. И теперь вопрос к господине Хеом Мин. Для дополнительного, например, результат ПСР отрицательный, но есть и клинические симптомы. Легкий кончал, боль в горле, насморк и так далее. И был тестный контакт с инфицированным. И после получения отрицательного результата ПСР. В этом случае считается ли COVID-19 положительным? После выписки из больницы иногда появляется положительный результат. Это тесты производятся для того, чтобы узнать ситуацию пациента. Поэтому нам необходимо взять максимум количества вирусов. В статье можно узнать, что только 1 или 3% пациентов показали вирусов в моче и калии. Поэтому только пациенты, которые выделяют вирусы через каль, их количество только 1%. Поэтому в Европе внимательно смотрят на ситуацию передачи вирусов через каль. Но в Корее эта цифра очень низкая, поэтому мы учитываем тест через каль. Обычно мы делаем маски из горла. И если есть мокрота, тогда будет большое количество вирусов. Поэтому мы делаем диагностику в отношении мокроты. И сколько раз надо собрать образцы? Один или два раза. Мы обычно делаем два или больше образца за 24 часов. И во время инкубационного периода, если получаем отрицательный, тогда еще раз мы проводим диагностику. Благодарю вас. А теперь третий докладчик, господин Лидия Кап. Какой процентный показатель для госпитализации пациентов к коронавирусам? И в Корее это выздоровеющие выписаны. И по последним данным 300 пациентов выписаны, а потом регоспитализированы. Поэтому это примерно 3,5 процента от заболевших. И, наверное, это влияет на 5-ти ротест. Но это не тазамудилийный ретидип. Но дело в том, что те люди бывают, которые уже выздоровели, но они беспокоились о возможности работы. И они опять прошли тесты, но опять получили позитивный результат. И в этой связи из-за исследования для таких людей, они не заразили других. Во-первых, если мы использовали еще другой тест, на самом деле эти вирусы не инактивированы уже. Уже фрагменты. Это оскольки вирусов COVID-19, которые обнаружены. И далее, как лыжи положить позитивный результат. Итак, вот так мы и полагаем. Но, тем не менее, надо уточнить ситуацию. И поэтому происходит регоспитализация на всякий случай. А потом мы проводим ПТР-тест. Спасибо за вопрос. Теперь будет вопрос к профессору Йом Чун Сок. Каковы показания для разночения системных глюкокортикостероидов, зародившихся COVID-19? Я уже немножко сказал о стероиде, но до сих пор в Корее мы попробовали некоторые новые препараты, но стероид был эффективен только для пациентов с тяжелой степенью тяжести. Поэтому, объективно, у нас нет анализа в отношении стероида. Поэтому системные стероиды можно использовать только для пациентов, которые уже находятся с использованием аппарата ИВЛ. То есть, пациенты с серьезным симптомом, в серьезной стадии можно использовать стероиды. Спасибо большое. Четыре докладчика уже дали ответы. Сейчас второй раунд. И господину Сону хочу задавать вопрос. Например, прогнозируется возможная повторная пандемия COVID-19? Соответственно, с чем мы сможем гармонично совместить хозяйственную деятельность и повседневную жизнь для населения? Да, и на самом деле это очень сложный вопрос. Точный ответ дать вряд ли возможно. И не только в Корее, и во всем мире надо еще обсудить вопросы. Надо создать комплексную стратегию по этому поводу. И в случае Южной Кореи, мы сейчас этот режим социального дистанцирования требует немало затрат. Поэтому мы хотим реорганизовать такой режим, чтобы совместить хозяйственную деятельность и повседневную жизнь. Именно это физическое дистанцирование в повседневной жизни. Например, во первых, в повседневной жизни народ может заниматься хозяйственной деятельностью. Но надо соблюсти рекомендации, санитарные рекомендации. Надо часто помыть руки и надо дистанцировать от людей от одного до двух метров. Но если болеют, надо сразу это отдохнуть дома. Такие санитарные нормы надо соблюсти. Но такие же меры вряд ли выработаны не с учетом возможности повторной пандемии. Но такие же меры стремятся к снижению темпов распространения коронавируса. И устойчивая возможность нужна в рамках проведения тестов. Надо расширить охват тестирования, чтобы заранее найти зараженных. Еще с помощью эпидемиологических обследований надо активно исследовать контакты и передвижение зараженных. И тогда как максимум надо поместить на карантин, то есть зараженных, допуская хозяйственную деятельность на определенном уровне. И да, это такие меры для поддерживания темпов распространения вируса. И поэтому надо подумать о возможности еще других мер для предотвращения повторной пандемии. Не только в Южной Корее, но и в других странах. Надо накопить опыт во всем мире, а потом нам необходимо поделиться таким опытом. Спасибо большое. Спасибо. И теперь второй вопрос к профессору И Хеонг Мин. Есть такой случай. Например, результат ЭПЦР отрицательный, но есть клинические симптомы, не очень серьезные, но такие, как легкий кашел, боль в горле и насморк и так далее. Но был тесный контакт с инфицированным. В этом случае вы считаете ли COVID-19 положительным? Да, есть большая вероятность COVID-19, но только с симптомами невозможно подтверждать COVID-19, потому что первые симптомы COVID-19 не очень так отличаются от других болезней. Поэтому трудно таким образом решить сразу. В Корее 8%, но в других странах 10% пациенты с этими симптомами имеют возможность заболевания других вирусов. Поэтому только с этими симптомами невозможно решить, что эти пациенты уже положительными. Но в результате ЭПЦР результат отрицательный. Тогда что надо делать? Тогда, может быть, есть проблемы с забором образцов, и образцы, может быть, не чистые. Поэтому только с одноразовым тестированием невозможно сразу решить это COVID-19. Поэтому много раз надо проводить тестирование. И поэтому, если у вас есть такие симптомы, тогда нельзя делать только одно тестирование. Дополнительно потом рекомендую делать диагностику или тесты. И из-за этих симптомов недавно в медицинском журнале опубликовали, что новые симптомы, например, невозможно чувствовать вкус или запах. Поэтому надо учитывать такие новые симптомы тоже. Есть лимиты в диагностике COVID-19. Спасибо, господин Лизегап. Как следует госпитализовать пациентов с внебольничной пневмонией без признаков коронавируса? Какие меры можно будет принять при отсутствии одноместной палаты? Как надо обратиться к такими больными, с внебольничной пневмонией? И еще в случае таких пациентов, пневмонии, у которых не обнаружено коронавируса, для таких пациентов есть вероятность обнаружения коронавируса высока. У нас есть в Корее некоторые больницы, перепропелированные, чтобы каждого из больных пневмонией смогли госпитализировать в одну больницу, в одну местную палату. И если они получат диагностики о негативных результатах коронавируса, тогда можно выписать из такой однобольничной, одноместной палаты. И в начале работы таких больниц мы опасались о перенасыщении таких койек. Но на самом деле немало граждан стеснялись посетить больницу, поэтому у нас есть свободные места, свободные койки. Поэтому у нас нет проблем по этому поводу. У нас нет дефицита койек. В принципе, больные пневмонии тоже мы госпитализируем в одну местную палату. Но число болеющих респираторных заболеваний сокращается. И число больных пневмонии тоже сокращается. По системе у нас это именно так надеваемые больницы, специальные больницы для таких пациентов. К счастью, показатели сократились. Мы имеем в виду число больных респираторными заболеваниями. Спасибо большое. И теперь вопрос к профессору Йон Чун Соб. Каковы наиболее эффективные противовирусные препараты для пациентов с легкой, средней и тяжелой степенью стяжести? В моей презентации уже я ответил, что 80% пациентов с легкой степенью, для них не нужно никакого лечения и препаратов. И для средней и тяжелой степени тяжести мы использовали некоторые препараты, например, лупиновир, литонавир. Это препараты для ВИЧ. И из-за ненормальности иногда пациенты не могли использовать лупиновир, тогда использовали гидроксихлорихин. Если учитываем тяжести болезни, для средней и тяжелой степени можно использовать антивирусные препараты. Но надо учитывать, что молодые люди не имеют очень высокий уровень смертности, сразу они выздоровели, поэтому им не нужно лечение. Но для пожилых людей, что нам надо делать? Особенно, когда мы используем противовирусные препараты, быстро надо использовать эти препараты, сразу после заболевания. Тогда для пожилых людей, может, нам надо думать, сразу надо использовать антивирусные препараты для пожилых людей с легкой степенью. В доме престарелых, например, для пожилых людей мы использовали гидроксихлорихин и лупиновир. Но пока в исследовании мы не доказали их эффективности. Поэтому в будущем нам необходимо проводить исследования в отношении гидроксихлорихин, лупиновир, литонавир, а также в отношении лемдесивир. Точно мы должны объявить эффективность каждого препарата. И мне кажется, нам необходимо быстро использовать один из этих препаратов для пожилых людей. Даже у них есть легкая степень. Спасибо большое. Да, еще у нас много вопросов мы получили. Но из ограниченного графика нашего семинара, к сожалению, надо подвести итоги. И вначале хочу поблагодарить всех специалистов, которые поделили ценным опытом. И еще хочу поблагодарить аудиторию нашим веб-семинарием. Не только в Жене-Кореи, но и в многих странах мира сейчас многие эксперты, медицинский персонал направляют максимум усилий. За что мы очень благодарны. Надеюсь, что наш веб-семинар смог внести свой вклад в решение этой мировой проблемы. Сейчас, в настоящее время. И в Жене-Кореи наши контр-меры, нельзя сказать, что наши меры универсальны для любой страны. Вряд ли. Но, тем не менее, хотел бы сказать, что наши опыты и еще наши проблемы могут помочь вам. Это хотя бы немножко помогли бы вам решить вопросы, проблемы. Еще в Министерстве здравоохранения в веб-сайте Жене-Корейского Министерства здравоохранения можно посмотреть наш веб-семинар. На этом мы позволим объявить наш веб-семинар закрытым, который проводился Минздравом и МИД, и еще Корейский фонд Международного здравоохранения, Институтом развития и индустрии здравоохранения. Спасибо большое.